Доброе утро, Теор. Я рада, что ты от нас не сбежал. Не, я бы так не поступил. Может, от меня это прозвучит странно, но я держу свое слово. Вот я снова в литературном клубе. Я пришел последним, так что в клубе уже бурлила деятельность. Спасибо, что сдержал обещание, Теор. Надеюсь, для тебя это не слишком тяжелое бремя. Ведь так сразу окунуться с головой в литературу, когда ты к ней еще не привык. Ой, да брось ты с ним так нянчиться. Сайюр сказал мне, что ты вообще не собирался вступать ни в какой клуб в этом году. И в прошлом тоже. Ну уж не знаю, планируешь ли ты просто походить сюда, чтобы убить время. Но если ты будешь воспринимать нас всерьез, не будешь воспринимать нас всерьез, можешь сразу проваливать. Серьез. Серьез. Боже, Нацуки, ты так высокопарно говоришь, а сама все полки в кладовке своей магией... Мангой забила. Магией. Кажется, Нацуки застряла где-то между словами Моника и Манга. Какая я. Я вообще... Манга тоже литература! Вместо манги совсем другое. Даже не магию прочитала сначала, да ладно. Манга тоже литература! Уничтоженная одной репликой, Нацуки угрюмо оплюхнулась на свой стул. Не волнуйтесь, девчата. Твор всегда старается изо всех сил, пока ему весело. Пока мне весело, да. Он часто помогает мне с тяжелой работой. Мне даже не приходится просить это с чем-то. Готовка, уборка моей комнаты. Серьезно? Он такой благонадежный. Это потому, Сиори, что по твоей комнате словно ураган прошелся, и меня это раздражает. А свой дом ты вообще однажды чуть не спалила. Правда? Вы правда очень близкие друзья, не так ли? Я даже немного завидую. С чего бы? Ты и Твор тоже можете стать хорошими друзьями. Да, это я гарантирую. Это Сиори? Как обычно, Сиори совершенно невдомек. Какую неловкую ситуацию, она снова меня загнала. О, кстати, Юрия тебе сегодня даже кое-что принесла. Да? Постой, Сиори. А? Мне? Не совсем. Не. Да ладно тебе, не стесняйся. Правда, ничего такого. Кто там? Просто забудь. Сиори сказала так, будто это нечто особенное. Хотя на самом деле нет. Что же делать? А? Прости, Юрия, не подумала. Похоже, пришел мой час спасать положение. Слушай, не запаривайся. Как насчет этого? Я с самого начала ничего не ждал. Так что любой дружеский жест с твоей стороны это приятный сюрприз. С чего бы ему что-то ждать? Что бы ты ни приготовила, я буду этому рад. Ну вот как. В общем, я не стану придавать этому большое значение, если тебе так проще. Хорошо. Ну что ж, тогда возьми. В твоего портфеля Юрия вытащила книгу. Я не хотела, чтобы ты чувствовал себя не в своей тарелке. Так что я выбрала книгу, которая, на мой взгляд, тебе понравится. Она довольно короткая, всего 12. Так что, даже если ты читаешь нечасто, уверенно тебя она увлечет. И мы могли бы обсудить ее, если захочешь. Это... У нее получается непреднамерно быть такой бесконечно милой. Она даже не поленилась найти книгу, которая может мне понравиться. Хотя я практически ничего не читаю. Спасибо большое, Юрий. Я обязательно ее прочту. Я с энтузиазмом взял книгу. Не нужно спешить. Читай ее в своем темпе. Можешь читать медленно, можешь читать быстро. Как тебе угодно. Я буду с нетерпением ждать, когда ты ее дочитаешь. Твоего мнения. Когда все расселись, я ожидал, что Моника пойдет по плану мероприятий клуба. Но похоже, что я ошибался. Моника и Сайори сидели в углу и оживленно о чем-то беседовали. Юри полностью погрузилась в книгу. У нее такое сосредоточенное выражение лица, будто она весь день этого ждала. Нацки же копалась в кладовке. Ух. Я услышал донесшиеся из кладовки сердитый вздох Нацки. Кажется, она чем-то раздражена. Я подошел к ней с намерением помочь. Ты что-то потеряла? Чтоб тебя, Моника. Моника. Она никогда не возвращает мои вещи на место. Какой смысл поддерживать здесь порядок, если кто-то постоянно устроивает бардак? Нацки двигала по полке стопки книг и коробки. Манга. Ты ведь читаешь мангу, да? Иногда. Течение манги – то, в чем не стоит признаваться человеку до тех пор, пока не выяснишь, как он к этому относится. Но как ты узнала? Ты как-то об этом упомянул, а я услышала. Кроме того, это у тебя на лице написано. Что бы это значило? Ясно. На краю одной из полок по соседству с книгами разных жанров приютился одинокий комик манги. Он бросался в глаза, и я вытащил его оттуда. Вот ты где! Нацки выхватила его из моей руки, после чего повернулась к коробке с мангой и впихнула томик в нее. Так гораздо лучше. Взияющая дыра в полном издании – это, наверное, самое раздражающее зрелище на свете. Мне знакомо это чувство. Я пригладился к коллекции, которой она так любовалась. Ванильные девочки? Никогда ничего не слышала об этой манге. Это может означать, что она либо не соответствует моей возрастной группе, либо она просто ужасна. Если ты собираешься меня осуждать, можешь делать это вон за той дверью. Она показала пальцем на дверь класса. Вали. Эй, я никого осуждать не собирался. Я в виде слова не сказал. Я поняла это по твоей физиономии. Но я скажу тебе одно, ты вор. Считай это уроком литературного клуба, не суди книгу по обложке. А вообще? Нацки вытащила из коробки первый томик ванильных девочек. Я сейчас тебе покажу, почему. Она сынула книгу прямо мне в руки. Я уставился на обложку. На ней изображены четыре девушки в ярких одеждах и характерных девчачьих позах. Выглядит чрезвычайно моэшно. Моэшно? Это как? Я не знаю. Не стой, как истукан. Уааа. Нацки схватила меня за руку и утащила ее от кладовки. Затем подошла к окну и села спиной к стене. Она похлопала рукой рядом, приглашая меня к ней присоединиться. Помнилась гифка, там где Лоли такая, в полицейской машине. Лучит по сиденью, типа присаживайся. Не знаю, такие гифки. На стульях разве неудобней? Я уселся рядом с нацки. Стулья не катят. Так мы не сможем читать вместе. Китать вместе? Моэшно, это мило. Почему это? А, так будет проще быть ближе друг к другу. Ну, не говори об этом так. Ты ставишь мне чувствовать себя странно. Нацки скрестила руки и немного от меня отодвинулась. Извини. Хотя я и не собирался садиться к ней так близко. Однако, не могу сказать, что в этом есть что-то плохое. Я открыл книгу. Прошло всего несколько секунд, и Нацки обратно подвинулась ко мне, думая, что я не замечу. Когда она заглянула мне через плечо, я решил ошутить ее желание... Я резко ощутил ее желание начать читать, куда более сильное, чем мое собственное. Ошути ее желание. Эх, сколько времени прошло с тех пор, как я читала первый том. А? Ты не пролистываешь порой уже прочитанные тома? Да нет. Радусь, что иногда, после того, как прочту все до конца. Эй, не отвлекайся! Эх. Так как в сюжете ничего интересного не происходило, я мог одновременно читать и поддерживать диалог. Похоже, манго повествует о группе друзей, учащихся в старшей школе. Типичная повседневность. Я в некотором роде уже вырос из подобного, поэтому... Потому что обилие картинок все же недостаточно для компенсации недостатков сюжета. Итак, что мне от этого ожидать? Ведь сюжет-то есть? Разумеется, есть. Думаешь, она бы мне понравилась-нибудь в ней сюжета? Я хочу сказать... Ну ладно, я поняла, к чему ты клонишь. Многое начинается с простых вещей. К примеру, там есть забавная глава, где они одержимы парнем в магазине мороженого. Но это лишь помогает лучше узнать персонажей. Кроме того, это еще и интересно. Но потом там начнутся разные драматические события. Например, когда сюжет прерывается повествованием об их прошлом. Или когда начинаются романтические отношения. Тайер Найс. Вот что делает этот манго настолько захватывающей. Также там хватает и трогательных моментов. Вот как. Похоже, ты и правда знаешь, о чем говоришь. Возможно, я недооценил тебя. Хе-хе-хе. Эй. Что это должно значить? Ай. Натски слегка меня толкнула. Ты ху-ху-ху-ху. Я просто имел в виду, что мне еще не доводилось видеть тебя такой... Хм. О, мне просто любопытно. Тебе ведь тоже нравится выпечка, да? Я больше жарить люблю. Это... Обычное совпадение. Петухов. Просто я осваивала выпечку как раз тогда, когда мне в руки попала эта манго. Как будто я стала бы заниматься чем-то лишь потому, что там про это написано. Пф. Тоже мне. Сочувствую тому, кто столь впечатлителен. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Это совершенно точно не совпадение. Думаю, это и объясняет интерес Натски к выпечке. Однако из всех встречающихся в манге увлечений, это определенно одно из лучших. Не говоря уже о том, что она действительно в этом хороша. Так с чего бы мне ее осуждать? О-о-о-о. Милота. Мы провели за чтением еще несколько минут. За это время я успел протестить еще пару глав. Тебе не скучно? Совсем нет. Хотя, ты просто смотришь, как я читаю. Ну, мне этого достаточно. Как скажешь. Полагаю, это весело делиться с кем-то любимыми вещами. Я всегда немного волнуюсь, когда убеждаю кого-нибудь из своих друзей почитать понравившуюся мне мангу. Понимаешь, что я имею в виду? А? Нет? Это не... Мне-то откуда знать. Что ты хочешь этим сказать? Разве ты не делишься мангой со своими друзьями? У нее нет друзей. Не мог бы ты не сыпать соль на рану? Блин. Ой. Прости. Хм. Будто мои друзья согласились бы это прочитать. У нее есть друзья, просто друзья не анимушники. Они считают, что манга это для детей. Стоит мне только завести об этом речь, как они такие... Ты что, еще не превзросла из всего этого? Так и хочется съездить им по визиономии. Эх, я знаю таких людей. Честно говоря, довольно сложно найти друзей, которые не осуждали бы тебя за это, и уж тем более, сами этим увлекались. Этим? Угу. В некотором роде я неудачник, поэтому со временем обзавелся такими же друзьями-неудачниками. Но, видимо, для такой, как ты, все гораздо сложнее. Хм. Да, пожалуй, ты прав. Мне кажется, только что анимешников-неудачниками назвали. Прочитала? Да. Постой. В каком именно месте? Я ведь даже не могу хранить мангу у себя дома. Страшно представить, что сделает мой отец, если найдет ее. А, вот почему у Пеппа. Он ее прочитает, о боже. Ну, хотя бы в клубе можно спокойно ее читать. Разве что Моника иногда гундит. Все против меня. Да, но в итоге ты добилась своего, верно? Вот я читаю ее с тобой. Увы, это не решает все мои проблемы. Возможно. Но тебе ведь сейчас весело, да? Ну, Терентий. Правда? Боже, хватит. Ты будешь уже читать или как? Да, да. Я перевернул страницу. Внезапно Натски начала смеяться. Минори, мой любимый персонаж. Ты всегда ей немного сочувствуешь, ведь она такая невезучая. Но все становится совсем плохо, когда... Спойлеры. Я не должна об этом говорить. Просто дочитай главу до конца. Голос Натски искрился от волнения. Это резко контрастировало с ее обычным влажным... Властным тоном. Боже. Влажный. Влажный тон. Но раз она не привыкла с кем-то обсуждать любимую мангу, я ее вполне понимаю. Трудно передать словами то ощущение, которое испытываешь, когда находишь родственную душу. И тем более, когда речь идет о Натске, для которой это совсем уж редкий опыт. Я улыбнулся от этой мысли. Итак, друзья. Э? Все готовы к сегодняшним чтениям? Хм. Да брось ты! Не могла бы ты подобрать еще менее удачный момент, а? Прости. Тупо руины. Просто я хочу убедиться, что нам хватит времени. Хотя вам там явно очень уютно. Наконец, Натски заметила, как близко друг к другу мы сидим. Она поспешно отодвинулась от меня на добрые полметра. Ладно. Думаю, на этом я пока и остановлюсь. Я закрыл книгу и передал ее на Ацике. Ты просто возвращаешь ее мне? Тебе разве не интересно, что там будет дальше? А, да, но... Но что... Моника же сказала... Не тупи, ну-ка, Блук. Просто возьми ее домой. Правда, можно? Я говорю это по большей части, потому что не планировал тратить на ее чтение свое свободное время. Да, конечно. Здесь ты ее в вечность читать будешь. Просто закончу ее до завтра, чтобы мы могли двигаться дальше. И если ты ее помнешь, я тебя убью. То завтра я практически только начал читать этот томик. Я могу пропустить свои любимые передачи, если попытаюсь пробраться через эти дебри. Передачи... Дебри... Или я больше боюсь того, что произойдет, если я не дочитаю. Тоже, ладно. Я встал. Я подошел к своим вещам и аккуратно положил томик в портфель. Кстати, никто не забыл вчера написать стихотворение? Эм... нет. С этими словами, мои минуты спокойствия закончились. Не могу поверить, что согласился сделать нечто настолько смущающее. Собственно, мне даже вдохновение было неоткуда брать, ведь я раньше ничем подобным не занимался. Раз все готовы, давайте делиться друг с другом. Жду, не дождусь. Сайори и Моника полный энтузиазма достали свои стихи. Ох, стихи. Стих Сайори был написан на мятой бумажке, вырванной из блокнота. В противоположностей Моника написала свой в тетради для сочинений. Своего места я уже вижу безупречный почерк Моники. Нацуки с Юрией неохотно подчинились и полезли в портфель. Я последовал за ними. Кому мне в первую очередь показать свое стихотворение? Давай Нацуки, может, для нее писали. Сразу Нацуки? Или ты хочешь другим показать стихотворение, которое написано для другой женщины? Ну, давай попробуем Нацуки. Нацуки. Я вчера сказал Нацуке, что мне понравились ее стихи. Нажала уже? Да. Наверное, будет справедливо, если я покажу его в первую очередь. Ладно, начну с того, что мне не понравилось. Прежде всего... Нацуки перечитала стихотворение. Забудь. Я не хочу делиться с тобой своим мнением. Тогда какой во всем этом смысл? Я писал это стихотворение, хотя мог бы заниматься другими вещами. И вообще, помнишь, как я сказал, что хочу почитать твои стихи? Вот о чем я думал, когда писал это стихотворение. Я хочу помочь тебе обрести уверенность в себе, чтобы тебе было комфортно делиться своими стихами. Как и сказала Моника. Ну, мне было бы гораздо проще поделиться своим стихотворением, если бы твое оказалось действительно плохим. Ты должен был показать мне нечто совершенно невнятное, чтобы я такая... Ха, да это никуда не годится. Позволь показать тебе, что такое настоящая литература. Так-то, йоу. А ты все испортил. Надеюсь, теперь ты счастлив. Сделал хорошо, виноват. Испортил. Жопошник. Ими словами, тебе понравилось? А 15 застрял у нее в горле. Пока что твой ответ. Идина, это другой звук. Ты такой! А, и реплика тоже самая. Ты такой! Ты просто... Ты ничего не понимаешь, понял? Я уже сказала тебе это. Так что, нечего так громогласно об этом сообщать самодовольную хмылкой. А я уверен, что ты этого не говорила. Я сказал это в основном для себя. Должно быть, Нацки всерьез меня не взлюбила. Я не знал расценивать то, что ей понравилось в мое стихотворение, как победу или как поражение. В любом случае, ты еще должна показать мне свое, верно? Так и быть. Но только потому, что Моника все равно меня заставит. Орлы могут летать, обезьянки могут лазать, сверчки же ловко прыгать, лошадки скакать грациозно, совы зыркать серьезно, гепарды быстро бегать, орлы летать под облаками, а также могут летать, как писала я выше. А люди могут попытаться, но надо им все. Какой-то Хоку. Это даже не Хоку. Я предупреждала, что тебе не понравится. Мне понравилось. Что? Скажи честно. Я сказал честно. Почему ты так убеждена, что мне не должно понравиться? Ну, потому что это ужасный стих. Потому что. Все в старшей школе считают, что слог должен быть мудреным и возвышенным и все такое прочее. Поэтому никто не воспринимает мой стиль письма всерьез. Но ведь цель стихов самовыражения, разве нет? Я решила просто констатировать факты. Но ведь цель стихов самовыражения, разве нет? Твой стиль письма не сделает скрытый и... Твой стиль письма не сделает скрытый к отворению посыл менее веским. Да, именно. Мне нравится, когда читается легко. Но при этом тебя бьет на повал. Как в этом стихе. Орлы умеют летать. Бум! Искры, а буря, безумие. Когда видишь, как все вокруг тебя делают что-то замечательное, это чертовски обескураживает. Поэтому я решила об этом написать. Да, я понимаю. Но другой плюс в простом письме – более высокая значимость игры слов. Например, ты заметил, как я везде поддерживала рифму, но умышленно нарушила ее в конце. Это помогает... Это помогает выразить чувства в последней строке. Слушай, ну-ка ты, Ор, не отвлекайся. И поэтому ты... Полагаю, ты вложила в стих больше, чем мне казалось. Вот что значит быть профессионалом. Я рада, что ты хоть чему-то да научился. Не ожидал такого уровня от того, кто здесь младше всех, да? Ага, я поражен. Я решил ей подыграть. Она младше всех? Угу. Меня не особо беспокоит, кому сколько лет, но если младше гордиться собой, не стоит лишать ее этого. Что-то тянет. То на Ульяна, кто на ночь. Да, ага. Кому следующему покажем стихотворение? Ой, ну, мне кажется... Блин, а может, мнение Моники узнаем? Как пишет Моники. Я тоже за Монику. Ну, давай, Моника. Привет, Теор. Хорошо проводишь время? Ээээ, да. Славно. Рада это слышать. Кстати, поскольку ты новенький, если у тебя есть какие-то предложения касательно клуба, например, новых мероприятий или чего-то, что можно было бы улучшить, я всегда готова выслушать. Не бойся поднимать любые темы, хорошо? Ладно. Не буду бояться поднимать. Прямо это к сведению. Разумеется, я боялся поднимать. Какие бы то ни было темы. Ой, что это у вас тема поднялась? Гораздо лучше просто плыть по течению, пока я тут не обживусь. Семен, ты? В любом случае. Не хочешь поделиться со мной своим стихотворением? Это довольно неловко, но думаю, я должен это сделать. Ха-ха-ха. Не волнуйся, Теор. Нам всем сегодня немного неловко. Но этот барьер мы скоро научимся преодолевать. Да, верно. Я отдал Монике свое стихотворение. Хм. Мне понравилось, Теор. Правда? Гораздо лучше, чем я ожидала. Ха-ха-ха-ха. О, боже. Не может быть. Это напоминает мне нечто, что могла бы написать на Ацуке. Хм. Она тоже очень красиво пишет. Так что можешь считать это комплиментом. Ха-ха. Ну, раз ты так говоришь. Ага. Кстати, ты не читал ничего из Шелла... Из Шелла... Сильверстайна. Сильвинстайна. Эээээ... Может, когда-то давно? Он известен тем, что рассказывал самые разные истории всего несколькими простыми словами. Его стихи могли быть смешными, милыми или даже грустными. И порой они состояли всего из нескольких строк. Могло даже показаться, что они написаны детьми. Но если над ними подумать... Они высказывали взгляды на мир, которые можно было бы применить кому угодно. Ясно. Так ты хочешь сказать, что Ацуке такая же? Вроде того. Может, она и не эксперт, но вряд ли ты найдешь в ее стихотворениях много воды. Возможно, писать их легче, но понять заложенный в них смысл крайне сложно. Так что я понимаю, почему ты решил изучить данный тип поэзии. Уверен, что я еще много всего перепробую. Но пройдет немало времени, прежде чем я стану чувствовать себя комфортно за этим занятием. Это нормально. Я бы очень хотела увидеть, как ты пробуешь что-то новое. Это лучший способ найти наиболее подходящий тебе стиль. Остальные могут немного предвзято относиться к стилям, отличным от их собственного. Но я всегда помогу подобрать наиболее близкий тебе. Ну, хорошо. Так что не пытайся угодить всем и писать так, как они того хотят. Тебе не обязательно впечатлять всех и каждого. Главное, меня. Понял? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ладно. Хочешь теперь прочитать мое стихотворение? Не волнуйся, поэт из меня так себе. В это трудно поверить, учитывая, как уверенно ты это сказала. Ну, это потому, что я обязана так говорить. Но это не значит, что я всегда ощущаю уверенность. Понимаешь? Ясно. Тош, тогда давай прочту. Ой, дура в стене. Дыра в стене. Это не могла сделать я. Видишь, шпатлевка выступает сюда. Шумный сосед. Парень сердитый. Мне не узнать. И дом был закрытый. Это точно ее стих или Алькора? Я внутрь заглянуть решила, чтобы узнать, в чем же причина. О, нет! Я ослепла. Испорчена, как фотопленка от солнечного света. Но уже слишком поздно. Выжженную в сетчатке глаз картину бессмысленную забыть невозможно. Всего лишь маленькая дырочка. Она не была слишком яркой, но была глубокой такой, что меня поглотила залпом. Тянулась бесконечно, уходя во все и вся. Дыра возможностей, которым нет конца. И я осознала, что смотрела не внутрь. Я выглянула наружу, поняв все про себя. А он с другой стороны глядел на меня. Спасибо. Спасибо, Теор. И что ты думаешь? Его форма довольно произвольная, если можно так выразиться. Прости, я не совсем тот человек, у кого стоит спрашивать отзыв. Все в порядке. Да, в последнее время такой стиль набрал популярность. Сейчас во многих стихах уделяет особое внимание ритмичности слога. При громком чтении получается сильнейший эффект. Что тебя вдохновило на это стихотворение? А? Ну, я не до конца уверена, как это выразить. Думаю, можно сказать, что у меня было озарение. Оно несколько сказалось на моих стихах. Озарение? Да, что-то вроде того. Мне немного неуютно говорить о таких философских вещах. Это может стать довольно острой темой. Может быть, когда все подружатся друг с другом получше. Как бы то ни было, вот тебе писательский совет от Моники. Порой, когда ты пишешь стихотворение или рассказ, твой мозг чересчур сильно зацикливается на определенном моменте. Если ты всеми силами будешь стараться сделать его идеальным, то никогда не добьешься никакого прогресса. Просто заставь себя продолжить писать, а его приведи в порядок позже. Или вот другой способ это представить. Если будешь слишком долго держать ручку в одном месте, то получишь только большую кляксу. Так что просто двигай рукой и плыви по течению. Это я и делаю. Плыву по течению, пока обживаю здесь и двигай рукой. Это мой совет на сегодня. Спасибо, что выслушал. С кем мне дальше поделиться своим стихотворением? Двигай рукой. Ну да. Юрия или Сайори? Давай, может, Юрия напоследок оставим. Давай, давай, Сайори. Это отличный стих, Теор. Это точно твоя первая проба пера? Разумеется. Но он не настолько хорош. Я разве похож на парня, который тратит свое свободное время на писание стихов? Боже, двигай рукой, пока не получишь большую кляксу. Прошу прощения. Совет дня от Моники. Прошу прощения. Пожалуй, ты прав. Но именно этим ты меня впечатлил. Ну, честно говоря, я боялась, что ты отнесешься к этому несерьезно. Или что ты не напишешь вообще. Я очень счастлива, что ты вообще его написал. Это служит постоянным напоминанием, что теперь ты полноценный член клуба. А то, что я стою перед тобой в комнате клуба, ни о чем тебе не говорит? Ну да, само собой. Я еще не совсем втянулся, но это не значит, что я не сдержу обещания. Вот видишь, все, как я и говорила, Теор. Глубоко в сердце ты совсем не эгоист. Пробуешь новое ради других. Только очень хорошие люди на такое способны. Спасибо, Сайори. Я не уверен, что Сайори точно понимает истинные мотивы моего пребывания здесь. Но опять же, я не могу отрицать, что вступил в клуб частично из-за нее. Знаю, как много это значит для нее и все такое. Ага. И я прослежу, чтобы тебе здесь было очень весело. Так я смогу тебя отблагодарить. Хорошо. Я рассчитываю на тебя. Ура. Так, ты ведь прочитаешь мое стихотворение? Не переживай, у меня с этим все очень плохо. Эхе-хе. Ну, посмотрим. Дорогие солнцелучики. То, как ваш свет через жалюзи утром проходит, дает мне понять, что вы скучали по мне. Вы целуете меня в лобик, помогая с постели подняться скорее. И глаза открыть, если сонливость с них долго не сходит. Вы просите меня выйти поиграть вместе с вами? Верите, что дождливый день прогнать я смогу? Я гляжу наверх. Гладь... Гладь до синева под небесами. Вам я тоже верю, по секрету скажу. Если б не вы, я бы спала дни и ночи. Но я не сержусь. Только вот кушать хочется очень. Это Йори. Это лишь предположение, но... Только сегодня утром его написала? Нет. Ну, лишь самую малость. Ты не можешь ответить лишь самую малость на вопрос, подразумевающий только ответы да или нет? Ну, я забыла сделать это вчера. Ну что ж, по крайней мере, я смог немного повысить свою самооценку. Не надо так жестоко. Я все равно старалась. Ладно, не обижайся. Я не хотел сказать, что стихотворение плохое. Оно вышло хорошим. Или как бы правильнее выразиться. Оно очень в твоем стиле. Правда? Ага. Особенно последняя строка. Прокушать хочется. На завтрак я сделала яичницу и тосты. Несмотря на то, что опаздывала в школу? Негоже пропускать завтрак. Я становлюсь раздражительной. О, прям как я. Да уж, тут не поспоришь. В общем, спасибо, что показала. Хе-хе-хе. Это было так весело. Моника лучшая. Ага. Ну, в следующий раз я не забуду. И напишу лучшее стихотворение в истории. Что ж, тогда буду ждать с нетерпением. Ну все, осталось только Юри. Юри уставила снизу стихотворение. Прошла минута. Более чем достаточно, чтобы его прочитать. Ой. Прости. Я забыла, что должна что-нибудь сказать. Ничего страшного. Не надо себя заставлять. Я не... Мне просто нужно облечь свои мысли в слова. Подожди. Ладно. Это ведь твое первое стихотворение? Да. Почему ты спрашиваешь? Просто, чтобы убедиться. Я догадалась об этом, когда прочитала его. А, значит, оно плохое. Нет. Я сейчас повысила голос? Мне ужасно жаль. Юри закрыла лицо руками. Я не мог не заметить, что прошло уже несколько минут, а мы так и не сдвинулись с мертвой точки. Должно быть, Юри требуется время, чтобы привыкнуть к новому человеку. Мне ничего страшного, я даже не заметил. Кто-то там говорила. Точно. Просто есть определенные писательские наклонности, которые характерны для новичков. И пройдя через это сама, я научилась их подмечать. Думаю, самая заметная черта новичков – то, что они пытаются сделать свой стиль продуманным до мелочей. Другими словами, они выбирают стиль, совершенно не подходящий к теме, и пытаются слить их воедино. Кстати, ты сейчас куда смотришь? А? В глаза мне смотри. В результате страдает и стиль, и выразительность. Стоила Юрия определиться с ходом мыслей, как ее поведение разительно изменилось. Заикание полностью исчезло и говорила Анатоном-профессионалом. Разумеется, тебя нельзя за это винить. Существует множество различных навыков и методов, применимых для написания даже простейших стихов. Самое сложное не в том, чтобы изучить их и научиться применять, а в том, чтобы заставить их работать вместе. На это потребуется какое-то время, но все придет с практикой, разбором примеров и попытками использования новых приемов. Я также надеюсь, что все в клубе дадут тебе ценные советы. Хотя Нацуки может быть несколько предвзятой. Предвзятой? В каком это смысле? Ммм... Ну... Забудь. Я не должна так говорить о людях. Прости. Ничего. Я не был уверен, извинялась Юрия перед собой, передо мной или перед Нацки. Не возражаешь, если теперь я прочитаю твое стихотворение? Прошу. Я люблю делиться своими мыслями, кроющимися в стихах. Юрия мечтательно улыбнулась, будто ей не часто выпадала такая возможность. Что само по себе довольно забавно. Но разве не таким и должен быть литературный клуб? Призрак в тусклом свете. Пряди моих волос злато отражают в янтарном свете не спадающем. Купаясь. А вот его источник, стоящий одиноко. Последний уличный фонарь, временем испытанный жестоко. Неоном будущего, синий изумрудом, он вскоре будет заметнен. Заменен. И все же продолжаю плыть я в нем. В тиши вдыхаю воздух настоящего, но в прошлом существую. Мерцает свет. Мерцаю я ему в ответ. У меня это больше всего понравилось. Прошу прощения за столь ужасный почерк. О! И в мыслях не было. Ну, ты так долго читал. А? Ну, я просто не слишком часто читаю рукописный текст. Если честно, мне твой почерк кажется очень красивым. Слава богу. Кроме того, мне понравился стих. Несмотря на краткость, он довольно содержательный. Он не слишком короткий. Звучит как название твоего домашнего видео. Это я, Юрий. Опять пыталась не обидеть меня? Век шуток, после которых нужно спрашивать, что не обиделся. И с собой все в порядке. Что же с нами стало? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тут уже Альфора начинает вспоминать в чате. Фух, сейчас. Кхм-кхм. Я обычно пишу более длинные стихи Да вовсе нет Я очень рада, что тебе понравилось Буду честной Так как это наше первое совместное времяпрепровождение Мне хотелось написать что-нибудь поспокойнее Что-нибудь несложное для понимания Ты без ума от призраков, Юри? Вообще-то история совершенно не о призраках, Теор Правда? Видимо, я совсем не вник в суть Полагаю, ты просто увидел только то, что на поверхности Помни, поэты часто выражают в своих работах мысли, чувства и опыт Обычно они делают нечто большее, чем просто рассказывают историю или пишут картину В данном случае персонаж стихотворения лишь символически сравнивается с привидением Томиться в последнем комфортном для нее месте не в силах отказаться от прошлого И вскоре остается ни с чем В таком контексте все звучит куда серьезнее В таком контексте все звучит куда серьезнее Я даже не задумывался об этом Это впечатляет Не стоит, правда Я рада, что ты так считаешь Главное помни, что вскоре ты тоже всему этому научишься Да, пожалуй, ты права Значит, надо продолжать стараться? Я рассчитываю на тебя Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!